Шалом! Что такое снятие первой печати в Откровении Анна? Первая печать, когда выходит белый конь, это идея третьего храма, описанного в пророчестве Езекииля, как место собрания избранных от четырех ветров. Храм, третий храм, это белый конь, а всадник на нем это Господь. И об этом написано не только в Откровении, об этом написано и у пророка Захарии. Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион, против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца, и явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгребит Господь Бог трубою, шествовать будет в бурях полуденных. Здесь мы видим тот же самый лук, который дан первому всаднику. Лук, и это Иуда, то есть иудеи. Иудеи должны построить храм, третий храм. И они должны построить это в соответствии с описанием у Езекииля. То есть это совсем не тот храм, который рисует проект института храма. Это тот мессианский храм на том месте в Иудейской пустыне, которое описано у пророка Езекииля. И вот когда это будет сделано, то лук будет наполнен Ефремом. А Ефрем – это потерянные колены Израиля, которые должны вернуться благодаря христианству, когда избранные от четырех ветров соберутся там, где будет построен третий храм. Это Ефрем. Воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония. Сион – это сионизм, возвращение на историческую родину для нас, евреев, по плоти и евреев по духу. Это сионизм. Против сынов твоих Иония. Иония – это Греция, это языческое христианство. Вот эти церкви, которые были в Ионии Малой Азии, это символизирует язычество, языческое христианство. И оно сейчас является противниками христианства и иудейского, потому что оно не захочет отдавать то, что имеет сейчас, не захочет собрания избранных. И будет противиться вот этой идее третьего храма, как место собрания избранных. Поэтому воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония. Это то же самое, что Агнец стоит на горе Сион, то есть на сионизме, и призывает туда, где будет построен третий храм, собраться избранных и войти в восточные ворота, как слава Господа, как это описано в пророчестве Изекииля. И дальше сказано, что сделаю тебя мечом ротоборца. Это уже говорит о следующем всаднике, о второй печати, когда вот эта первая идея третьего храма, как место собрания избранных, возбудит в христианстве, и нам начнется сражение между людьми в разных деноминациях сражением мечом слова. То есть это вовсе не войны, это не войны военные, это войны духовные будут происходить всюду в христианстве и в других религиях, и в иудаизме, по поводу того, что храм должен быть построен там, в иудейской пустыне, на месте, которое описано у пророка Изекииля. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его. Молния. Это как раз то, о чем говорил Иисус Христос, что его пришествие будет как молния, видимое событие во всем мире. То есть собрание избранных в храме будет видимо всеми, потому что храм будет освещаться прессой строительства храма. И телевидение покажет, как избранные входят в восточные ворота. И в этом явлении будет явление Иисуса Христа. Они не увидят Иисуса Христа, люди в мире не увидят Иисуса Христа в другом виде, кроме как в лице избранных, которые входят в восточные ворота во имя Иисуса Христа. И это будет продолжаться 10 дней, как написано у Изекииля. И когда ворота закроются, тогда и произойдет вот все само событие, которое является седьмой трубой, когда ангел вострубил, и говорится, что царство мира сделалось царством Господа. Потому что Господь Бог Израилев уже вошел в восточные ворота. После того, как избранные туда вошли, ворота закрыты. Это и будет явление Иисуса Христа. То есть все наше ожидание Иисуса Христа, оно неправильное, абсолютно неправильное, если мы не строим для этого храм. Храм должен быть построен в иудейской пустыне. Мы молимся, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Мы все так молимся. Но вот есть пророчество Изекииля, и там написано воля Бога в Библии. Для нас она написана. И это воля Бога изложена в пророчестве Изекииля. Построить храм под тем размером на том месте, которое указано у Изекииля. Это воля Бога, изложенная в Писании. Мы должны это исполнить. И если мы это не исполняем, то мы не можем показать наше единство. И мы не можем продемонстрировать. Мы все раздроблены. Мы не можем соединиться ни в одной деноминации, потому что все деноминации еретические. Каждая несет свою ересь. И эти деноминации вовсе не тело Христа. А наоборот, это могильные черви, пожирающие труп тела, которая умерла. Которая разложилась уже на конфессии, на восточную, западную, на протестантские. И нынешние деноминации, они не утверждают единство. Ни пятидесятники, ни баптисты, ни адвентисты. Никто из них не утверждает. Это, по сути, лжепророки, которые жрут тело Христа, разрушая единство. Восстановление единства возможно только на основании Писания. Того, что нам Господь указал в пророчестве Езекииля. Построить храм в соответствии с написанным в Писании. И там собрать избранных. И вот это есть первая печать Откровения. Когда эта идея входит в церковь. Когда церковь начинает понимать это. Когда это начинают понимать и христиане, и иудеи. То это есть конь. Вот этот конь, на котором всадник Господь. И вначале это не говорится, что Господь. Но потом дальше в Откровении мы читаем, что на белом коне Господь. То есть, храм этот Божий. И в пророчестве Езекииля с самого начала сказано, что этот храм могут построить только те, которые обратятся к Богу. Не может быть построен этот храм сатаной. И не может сатана в нем сидеть никак. От начала и до конца это храм Божий. И это написано в пророчестве Езекииля. И вот эта идея, что построив этот храм, мы вызовем второе пришествие Иисуса Христа. Потому что мы сможем собраться как избранные. Собраться из всех народов на этом месте, которое указано в Писании. И это будет второе пришествие. И это будет восхищение церкви. Другого способа у нас нет. Почему этот храм должен быть построен в Иудейской пустыне? Потому что, во-первых, там Езекииль в самом одном даже стихе указывает, что этот храм строится не там, где были прежние храмы. В видениях Божьих привел он меня в землю Израилевую, поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. Поставил меня на высокой горе, на весьма высокой горе. В Иерусалиме нет гор вообще, тем более нет весьма высокой горы. Это другое место. То есть Езекииль описывает другое место, не Иерусалим. И здесь же в стихе сказано, что на этой горе, на ней с южной стороны были как бы городские здания. То есть это очевидно храм, постройки храма. И прежний храм стоял не на южном склоне. Там большой холм Сион, и часть его вот эта храмовая гора, которую называют горой Мариа. Эта гора не южная часть холма Сион, а скорее северо-восточная. Там стояли первые и вторые храмы. И это тоже не соответствует описанию Езекииля. И, наконец, дальше мы видим, что, да, Езекииль говорит, что он ввел меня в землю Израилеву. Он не может указать место. То есть Езекииль, священник, не мог узнать то место, которое ему было показано. Он знал Иерусалим. Он служил в храме, или был там, по крайней мере. И он видел все эти горы, все эти холмы, которые там есть. Он видел Елеонскую гору. Он ничего этого узнать не смог. Он не смог узнать вот этого ландшафта, который там. Рельефа этого не мог узнать. Поэтому это совсем другое место. И это место мы находим, когда мы начинаем выполнять измерения, которые Езекииль описывает. Оказывается, что невозможно вот те участки земельные, которые описаны дальше в пророчестве Езекииля, в 48 главе, невозможно вписать в территорию Израиля, если их развестить иначе как-то. То есть существует одно только, один только вариант расположения вот этого надела, который имеет общий размер 72 на 72 километра. И в центре той части надела, где должен быть в центре построен храм, определяется вот этот центр с точностью до нескольких десятков метров. Иначе мы этот надел просто не можем разместить в территории Израиля. Если мы допускаем, что Иерусалим должен находиться в границах священного надела. Вот при этом допущении, что Иерусалим должен находиться в границах священного надела, историческая область Иерусалима, то невозможно другое место. И мы нашли это место, и там, да, есть руины жертвенника, сохранившиеся руины жертвенника Авраама. Участок, который вы посвятите Господу, длиной он будет в 25 тысяч, а шириной в 10 тысяч тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам к северу 25 тысяч, и к морю в ширину 10 тысяч, и к востоку в ширину 10 тысяч, а к югу в длину 25 тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне. И левиты получат также у священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину. Вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. А остальные 5 тысяч в ширину с 25 тысячами в длину назначаются для города в общее употребление на заселение на предместе. Город будет в средине. А что остается из длины против священного участка 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу против священного участка? Произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Весь отделенный участок в 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины четыреугольный выделите в священный удел со включением владений города. И мы нашли это место. И там, да, есть руины жертвенника, сохранившиеся руины жертвенника Авраама. Росыпь камней на этом склоне, южном склоне горы. И эта гора действительно есть, очень красивая гора. И на ней есть нерукотворная надпись Ишуа, которую мы видим, сделанная руслами ручьев. Все это там есть. И сейчас вопрос весь зависит только от нас. Потому что никто за нас не будет строить этот храм. Никто, кроме верующих в Иисуса Христа, не может этот храм построить. И никто, кроме нас, не может инициировать, чтобы осуществилось второе происшествие Иисуса Христа. Потому что если Иисус приходит, то Он только через нас приходит. Он в нас живет. Если Он в нас живет. Если в нас живет не дух религии, не дух баптизма, не дух адвентизма, не дух католицизма, не дух православия, а именно Иисус Христос. Так вот, если Иисус Христос в нас есть, то Он приходит только через нас. И Он приходит так, как написано в Писании. Осуществлением Слова Божьего. Осуществлением того, что написано в пророчестве Езекииля. И это первая часть. Мы должны сделать так, как написано у Езекииля. Мы должны построить храм на том самом месте, на котором написано в Библии, в пророчестве Езекииля. Иначе у нас все так, как было, так и будет. Будут войны, будут разные бедствия. И все это не прекратится никак. И будет безобразие в религии. И там будет невозможно жить. И будут пожирать друг друга разные секты. И там всюду будет ложь и лицемерие. И поклонение маммоне, скрытое, тайное. И открытое, явное. Все это будет. И все это будет уничтожать любую возможность для нашего спасения. Пока мы не сделаем так, как написано. Пока мы не построим храм. Это важно понять. И вот эта вот первая печать, первая печать в Откровении, это как раз вот эта идея постройки третьего храма в соответствии с пророчеством Езекииля. На том месте, на которое указал нам Езекииль. В Иудейской пустыне. В 30 километрах в юго от Иерусалима. На южном склоне горы. Начав вот это строить, начав вот это готовиться к этой постройке, мы снимаем печать первую. И дальше следует вторая печать. Вторая печать. Начинаются яростные споры в иудаизме и в христианстве по поводу того, что будет построен третий храм. Кто-то будет говорить, что там будет антихрист. Другие говорить будут, что это не тот храм, не то место. Еще кто-то может сказать, что нам вообще храм этот не нужен, потому что это все только духовно нужно понимать. Но это храм материальный. И то, что написано у Езекииля, описывает материальный храм с конкретными размерами, на конкретном месте. И все вот эти географические подробности совпадают с тем, что там есть. Поэтому это описан там, реальный храм. И он будет построен. И когда он будет построен, то тогда осуществится второе пришествие. И вот вторая печать, где конь красный, то там как раз об этом, о том, что будут яростные споры Словом Божьим, мечом Слова, в деноминациях, которые будут пытаться опровергать, отлучать, уничтожать своих оппонентов этим Словом. И следующий после этого черный конь, это не голод физический, это голод Слова Божьего. Когда кинутся читать Езекииля, кинутся читать Откровения, пытаться понять, что там написано. И хиникс тшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Здесь динарий, это дневная оплата, наемника. И тот, кто посвятил себя Господу, он сможет выжить в этом. Он сможет получить необходимое ему для жизни Слово. Но если человек не с Господом, он не сможет получить Слово. Он не сможет докопаться до истины, потому что от него требуется труд. Он не может довериться пастору. Он не может довериться справочнику. Он не может взять им библейскую энциклопедию и прочитать про Езекииля. Он не может посмотреть фильм, где рассказывается пророчество Езекииля, потому что никто не может вам сказать правильно. Может правильно сказать только Господь. И если вы сами обратитесь к Нему и начнете изучать пророчество Езекииля, только таким способом, когда Дух Святой будет вас лично учить тому, что написано у Езекииля, вы сможете разобраться. Я вам тоже не смогу это объяснить, потому что вы должны принять это от Господа, а не от человека, чтобы построить этот храм. И вот это и описано. Третье. Жажда, голод слова, голод слова Божьего. И один хиник с пшеницы за Динарией, это говорится о христианстве, и три хиник с ячменя, это в остальных трех мировых религиях, там тоже есть слово Божие, но худшего качества. Худшего качества, оно от Бога, но оно худшего качества, это ячмень. Что касается Елея Вина, то когда начнется вот это вот пробуждение, вызванное тем, что оказывается храм, третий храм будет построен, что он должен быть построен, и что это и есть место собрания избранных, то вот это возбуждение приводит к тому, что начинается поток сверхъестественных явлений всюду в религии. Это елей Духа Святого, излияние Духа Святого, и вино, вино, пьянящая радость, что что-то происходит сверхъестественное, оно будет у верующих, оно не будет пока в мире. Все эти печати касаются прежде всего верующих. И вот это вот опьянение Духом, и множество разных видений, откровений, они тем не менее могут вас запутать, если вы не имеете Слова Божьего, если вы не понимаете пророчество Езекииля, то вы можете просто запутаться в этих видениях, в том, что будет происходить странное. Все будут это видеть, но не все будут понимать, поэтому важно, что елея видений, всяких откровений, чудес будет много, но не будет хватать слова понимания, того, что происходит, потому что для этого нужно обратиться к Господу и посвятить себя Ему. За динарий, за дневную плату наемника, получается, слово, дается слово от Бога. И четвертая печать, когда конь зеленый, то это уже еще большего, другого порядка явления, когда люди все-таки начинают в религии избирать своих лидеров, следовать лидерам, которые мертвы уже в аду, потому что они не святые, ну, как Константин Великий, Александр Невский, лже-святые, вот они предпочитают обращаться к ним, исследовать их заветам, нежели тем, тому, чтобы обратиться к Господу и исследовать Писание, как это нужно. И они подвергаются как раз вот этим зверям. То есть, звери, это то, что апостол Павел говорил, волки лютые, не щадящие стадо, которые входят в церковь. Это вот как раз все, вот эта вот свора, которая создала динаминации, которые растерзывают, растерзывают единство наше в Иисусе Христе своими лжеучениями, лжеучениями о десятинах, о субботе, и обо всем прочем, множество лжеучений, о крещении Духом Святым. Все извращено в динаминациях. Это нужно понять, что практически все извращено, иначе бы не было динаминаций. Любое правильное слово берется и извращается. И вот это, те, которые растерзывают это единство, это есть волки лютые, не щадящие стадо. Это те пастыри Израилева, которых Иезекииль говорит, что они рассеяли стадо по множеству гор, то есть, по множеству учений разных. Они рассеяли единое стадо, и там стали жертвой, мы все верующие стали жертвой вот этих всех лжеучений, всяких лжепророчеств, лжепророков, всякой лжи. Все рассеяно. И собрание произойдет, только может собрать Господь. И для этого необходим вот этот храм, третий храм, который описан у пророчества Изекииля. Итак, вот эти вот четыре первые печати, они взаимосвязаны. Первое, это то, что третий храм, это место собрания избранных, и мы должны построить этот храм на том месте, которое описано у Изекииля, и это вызовет все остальное. Вторая печать, вторая печать, это яростные споры с использованием меча Слова Божьего внутри земных деноминаций, где люди будут пытаться опровергнуть этот храм, опровергнуть друг друга, отлучить споры. Третья печать, это голод Слова, при том, что при прибуждении церкви будет множество всяких сверхъестественных явлений, и опьянение, и даже радость от того, что что-то чрезвычайное происходит в церквях, что-то чрезвычайное происходит везде, и может быть даже не только в христианстве, но и в других религиях тоже будет происходить что-то чрезвычайное, интересное, непонятное, видение, откровение, чудеса. И следующее это то, что многие не смогут понять это, то, что будет построен третий храм в соответствии с Езекиилем, и предпочтут следовать за лжепророками, предпочтут следовать за вождями своих деноминаций, которые растерзывают тело Иисуса Христа и не дают собраться избранным. И после этого мы видим дальше следующее, что пятая печать это святые, которые уже умерли, святые, которые в прошлые века, они видят это все, и они вопят по поводу того безобразия, которое происходит в христианстве. И остальные должны, которые верны сейчас Христу, они также будут все изгнаны, отлучены от конфессий. И именно, да, именно за этот храм, именно за то, что мы будем выступать за постройку этого храма, нас изгонят, отлучат. И нас не будут слушать вожди земных деноминаций, которые служат этому миру. Поэтому мы будем также умершлены, но не в физическом смысле, а в том, что нас будут из этого мира исключать. После этого мы видим шестую печать, то, что произойдет потрясение. Мы не знаем, какое это будет потрясение, но это не физическое землетрясение там. Это потрясение людей верующих тем, что все-таки храм будет построен. То, что будет третий храм построен. И для тех, которые не хочут этого, которые боятся этого, которые не знают, думают, что там будет Антихрист, они побегут, будут спасаться куда угодно. Но мы видим седьмую печать, когда те, которые ждут этого, видя все вот эти знамения, видя то, что происходит уже и в мире, и то, что в мире тоже есть какие-то признаки, и войн, и голода, который в мире, и то, что в мире происходит, и то, что происходит в церкви, они радуются этому, потому что видят приближение Господа, и так мы узнаем друг друга, потому что мы радуемся тому, что мы видим, что приближается время пришествия Господа. Это нас соединяет. И не важно, каких мы взглядов до этого придерживались, не важно, кто мы были, православные, католики, были ли мы мусульмане, были ли мы буддисты, или кто, где, в какой религии мы находились, это совершенно не важно. Но если мы избраны и ждем Господа, то мы радуемся этому, и мы соединяемся в одну общину, в одну церковь, то есть происходит наше соединение в духе. И какая-то часть из нас будет строить храм, а потом все мы будем там собраны. Представители нас войдут в восточные ворота. И это будет второе пришествие Иисуса Христа. Поэтому вот вся эта идея, что первая печать, это идея третьего храма, описанного в пророчестве Иезекииля, как место собрания избранных. Как это Господь будет дальше подтверждать, я не знаю. Там могло бы быть доказательство, если археологи бы сейчас подтвердили, что найденные руины в Иудейской пустыне, это действительно руины жертвенника, построенного 4000 лет назад. Если бы израильские археологи нашли время проверить вот это предположение, в котором я уверен, что это действительно те руины, которые были построены, того жертвенника, который был построен Авраамом, который называется Иегово Ире, то это было бы гораздо проще. Потому что было бы официальное подтверждение, что там действительно древний жертвенник, и что координаты этого жертвенника мы определили по измерениям, которые даны в Библии, в пророчестве Иезекииля. То есть именно эти измерения нас вывели на эту точку. Не тем, что мы ходили по пустыне, искали, где там подходящая куча камней, где там гора похожая, что-то. Нет, мы этого ничего не делали. Мы просто взяли эти самые размеры, которые указаны из Иезекииля, нанесли их в программе Google Земля, этот прямоугольник, и перемещали его по территории Израиля так, чтобы углы оказались в границах Израиля, и чтобы Иерусалим был в границах этого прямоугольника. И так мы нашли эту точку. И когда мы стали опускаться ниже, смотреть, что там расположено, мы увидели, что это южный склон горы. Это южный склон горы, и там стали искать фотографии в интернете этого места. И нашли фотографию, которая как раз на этом месте сделана сбоку, так, что видна вот эта груда камней на склоне. И через какое-то время до нас дошло, что это и есть это руина жертвенника, который построил Авраам. Что он не мог дойти тогда до Иерусалима, как эта легенда говорит официальная, но он был именно в иудейской пустыне. То есть, именно там этот жертвенник и его Вейры. И другое подтверждение, что если бы там произвели раскопки и рядом нашли останки овна, который был принесен во всесожжение, ведь там должны были быть оставлены рога, шкура, внутренности. Если окаменелые рога, хоть кусочек там сохранился, то это было бы тоже подтверждением. Потому что Авраам, когда принес жертву, он должен был скрыть эти где-то внутренности. Он не мог их сжечь там же, где сжигают тушу, потому что это место священное, где жертвенник. И он не мог в другом месте разводить огонь, чтобы там сжигать. Он, скорее всего, просто закопал это, чтобы не дать это в пищу диким животным. И для этого он в метрах в ста от этого жертвенника к западу, потому что слуги его ждали с западной стороны, за холмом, он где-то там, неподалеку от жертвенника, должен был вырыть яму вдвоем с сыном. И удобно было вырыть яму, чтобы потом на нее протянуть большой камень. Поэтому он мог заметить этот большой камень, который можно протянуть вдвоем, выкопать яму. И там сохранить эти останки этой туши. И еще у него был нож. И этот нож, он был святыней, потому что он уже не мог его после этого жертвоприношения использовать. Для повседневных нужд, потому что он участвовал в жертвоприношении Господу. Это святыня. Но это была страшная святыня для Авраама, потому что он был занесен над его сыном. Был момент, когда этот нож едва не убил его сына. И поэтому Авраам должен был этот нож уничтожить. Вероятно, он мог раскопать эту яму, использовать для того, чтобы яму копать. И он сломать мог этот нож. То есть он должен был сломать, чтобы если кто-то найдет, уже никто не мог им воспользоваться. И сломав этот нож, бросить эти обломки в эту же вырытую им яму, положить туда останки овна, и забросать камнями, грунтом, и сверху навалить этот большой камень, чтобы шакалы там или волки степные не раскопали. И спустя время, спустя вот эти вот тысячелетия, холм подвергался эрозии. И там, где был жертвенник, там, где лежали камни жертвенника, там почва не размывалась, а холм становился все ниже, ниже, ниже. Пока вот этот жертвенник не стал рассыпаться на камни, и та куча, которая рассыпавшаяся, мы как раз и видим то, что осталось от жертвенника. А бугорок, который, вокруг которого лежат камни, это то, потому что то место, которое не подвергалось эрозии, пока там лежали камни. Поэтому там бугорок характерный такой вот, и рассыпавшиеся камни на месте, где был жертвенник. И место захоронения это, где останки, предположительно, овна и ножа захоронены, оно так же подвергалось эрозии. И этот камень проседал, 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 и в какое-то время эти останки могли выйти даже на поверхность. Ну, если бы они вышли, то мы бы их уже сейчас не нашли. Но если нам повезло, и эрозия была не столь значительной, то там же, где вот такой большой камень, рядом или под ним, или совсем рядом с ним, как раз можно найти вот эти окаменелые останки рогов этого овна и обломки бронзового ножа. То есть достаточно пройтись металлоискателем. Но мы не имеем права использовать металлоискатель, и мы не имеем права заниматься раскопками в Израиле. Итак, если бы сегодня израильские археологи подтвердили, что там найден алтарь на том месте, то вот эта информация об этом событии могла бы быть снятием первой печати. Ну, собственно, снятие печати и то, что я вам уже говорю, это как раз есть снятие первой печати, потому что эта информация сама и есть о снятии первой печати. То, что третий храм должен быть построен в соответствии с пророчеством Изекииля, и это будет местным собранием избранных от четырех ветров. Это и есть, собственно говоря, снятие первой печати. И проект этого храма по размерам Изекиля мы уже сделали настолько, насколько смогли. То есть мы разобрались со всем пророчеством Изекиля, с размерами храма, и даже вот книжка написана и опубликована, и в интернете вы можете это прочитать, скачать, прочитать, распечатать себе, если хотите, где описан этот храм, описано, как определяется местоположение храма, объясняется устройство храма, объясняется, для чего он нужен, и отдаются ответы на некоторые вопросы, которые могут возникать сразу же у тех, которые не понимают, зачем нужен храм. Все это объяснено вот здесь, в этой брошюре. Поэтому сейчас у нас только вот этот вопрос, собственно, и встал. Мы ждем, когда начнутся вот эти события, связанные с строительством, с подготовкой к строительству, а потом строительством храма, описанного в пророчестве Изекиля. И это и есть второе пришествие Иисуса Христа, и это же связано и с восхищением церкви, и со всеми тем, что должно произойти, все эти позитивные изменения в мире. Но здесь еще нужно сказать, что поскольку все мертвые, абсолютно мертвое христианство, абсолютно мертвый иудаизм, это совершенно мертвые религии, что вот эти два свидетеля, которые в откровении, это как раз и есть иудаизм и христианство, это две маслины. Две маслины, маслина хорошая, это евреи, и маслина дикая, это язычники, которые поверили в Иисуса Христа. Так вот эти две маслины, они мертвы уже, и пробуждение может быть только от Господа. То есть только Господь может нас заставить это пробудиться. Но вот эти все события, которые происходят в мире, начало войн, эпидемия, ковида, это как раз просто то, что должно подтолкнуть нас к тому, чтобы мы пробудились, что спасение наше зависит от нас, потому что Господь Бог все дал нам для спасения. И это не только Евангелие, но и то, что мы должны конкретно сделать, построить храм, описанный в пророчестве Езекииля, чтобы исполнить волю Бога, записанную в Писании. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Мы все молимся, и мы должны это исполнить. Если мы, для нас Бог это не пустые слова, и пророчество Езекииля, это не какая-то ненужная книга. Если она не нужная, то выкиньте тогда ее из своей Библии, эти страницы вырвите. Но у вас же это есть в Библии. Почему тогда мы это не делаем? Почему мы это не исполняем? Мы должны построить, мы должны осуществить. И все зависит только от нас. И мы не должны требовать от Бога того, что Он уже дал нам в Писании. Второе пришествие. Пришествие Иисуса Христа в нас, через нас осуществляется. И храм строим мы. Должны мы построить. И собрать избранных должны мы, сами собрать это. Для этого часть нас должна заниматься строительством храма. Те, которые готовы понять это Писание, те, которые понимают это, и те, которые могут это сделать, мы должны начать вот эти работы по строительству храма. и те, которые могут быть вне. Ирина Христа в нем. Ирина Христа в Несене. Ирина Христа. Ирина Христа. Продолжение следует...